По всей Италии Рождество – это семейный праздник, но в этом году нам придется праздновать каждому у себя дома. Например, у нас очень большая семья, и в этот праздник мы собирались все вместе за большим столом – взрослые и дети. Очень много готовили на праздничный стол, покупали подарки. Я всегда любила, когда дети открывали подарки. Они искренне радовались и каждого благодарили и целовали. Так было приятно видеть счастливые детские глаза. В этом году все изменилось. Но не будем унывать, когда-нибудь мы вернемся к нашим традициям. В течение всего декабря в воздухе витает ощущение праздника. Рим украшен, поставлены рождественские елки, вертепы, вовсю горят разноцветные огни на улицах Рима. Праздник приближается, пора подумать и о закупке продуктов. Последняя неделя будет очень жарко, поэтому лучше сделать это заранее. Сегодня я приглашаю вас в продуктовый магазин. Сколько же всего вкусного продают к праздникам? И самое большое изобилие, это конечно же рождественские сладости. Я всегда делаю большую корзину, в которую насыпаю разные орехи, покупаю специально для этой корзины сухофрукты, разнообразный шоколад. Выбор в магазинах огромный. И поэтому корзина получается богатая. Ну и конечно же, возле корзины должна стоять выпечка, панеттоны и пандору. Инжир, финики, курага и чернослив, имбирь в шоколаде, инжир в шоколаде, упаковка инжира с миндалем, цедра апельсина и папайя в 70-процентном горьком шоколаде. Огромный выбор сухофруктов разных производителей. В Италии праздники начинаются накануне Рождества с ужина Сочельника 24 декабря. В этот день итальянцы не едят мясо. Только овощи, рыбу и морепродукты. И поэтому на ужин мы будем готовить рыбные блюда. Разнообразные закуски, салаты, первое, второе, все из рыбы и овощей. Чтобы купить свежую рыбу в магазине, идет запись чуть ли не за две недели до праздника. Но зато потом ты приходишь, оплачиваешь и забираешь пакет. Одним из самых изысканных вариантов праздничной пасты можно назвать лингуини с лобстером. На само Рождество 25 декабря обычно все собираются на обед. И меню уже более разнообразное. Можно готовить мясные блюда. И мы каждый год на второе в духовке запекаем молодого ягненка. Готовим многочисленные закуски и гарниры. Потом, когда все уже попробовали и наелись, на стол ставится большая корзина с орехами, сухофруктами, шоколадом и рождественской выпечкой. Не только в Италии, но и во всем мире на рождественские и новогодние праздники хозяйки закупают продукты с большим запасом. Свежайшая нарезка в большом ассортименте – это для тех, у кого нет времени стоять в очереди. Но многие итальянцы предпочитают постоять в очереди и выбрать именно тот кусочек для нарезки, который им приглянулся. Разнообразные колбаски. А здесь полным ходом идет нарезка. Нарезка толщины кусочка зависит от желания покупателя. Достаточно сказать, что вы будете готовить, и продавец уже знает, какой толщины что вам нарезать. Если вы купили сыр, вам тоже могут нарезать. И даже натереть на электрической терке. Все для покупателей. Я вновь вернулась к сладостям. Не могу сказать, что я сладкоежка, но в рождественские праздники ем много сладкого. Потому что этот шоколад бывает в продаже только в эти праздники. Какой же он вкусный! Есть шоколад весом 150, 250 и 800 грамм. А это цены. Шоколад весом 250 грамм и шоколад весом 800 грамм. У каждого производителя свое место в магазине. Это очень удобно и легко найти. В этот период в продаже очень много подарочных продуктовых наборов. Это самый популярный подарок на Рождество у итальянцев. Надо купить немного фруктов и овощей. Цветная капуста. Это баклажаны. А вы видели когда-нибудь белые баклажаны? Витрины с пастой. Мы сейчас вернемся домой, пообедаем и поедем еще в один магазин. А вам, дорогие мои хозяйки, я покажу, как быстро и вкусно приготовить пасту с брокколо-романеско. Наша танго на кухне продолжается. Знакомьтесь, если вы еще не знакомы, это брокколо-романеско. Название овоща говорит нам о месте происхождения. Брокколо-романеско по-итальянски означает римская капуста. Не будем вдаваться в подробности о ее уведении, а перейдем сразу к ее полезным качествам. Римская капуста относится к диетическим и легкоусвояемым продуктам. В 100 граммах капусты содержится всего 25 килокалорий. Несмотря на то, что продукт диетический, он еще и богат витаминами. Если у вас есть возможность, то обязательно вводите брокколо-романеско в рацион питания. В Италии эта капуста появляется на прилавках в осенне-зимний период. Хоть и говорят, что брокколо-романеско по вкусу очень похоже на брокколи, но это не так. У нее свой индивидуальный сливочно-ореховый вкус. Я готовлю с ней пасту, подаю как гарнир и использую как начинку для пирога. Сегодня я покажу, как быстро и просто приготовить пасту с брокколо-романеско. Для начала разделяем капусту на соцветия, моем. Если есть слишком большие соцветия, то их лучше разрезать. А потом отправляем вариться в подсоленную кипящую воду минут на 10-15. Итальянцы используют воду, в которой варилась капуста, вторично. Они варят в ней пасту. Говорят, что так получается богаче вкусу блюда. Я после приготовления капусты откидываю ее в дуршлаг и при этом оставляю 1 стакан овощного отвара. Он нам пригодится для дальнейшего приготовления. На сковороду наливаем оливковое масло. Бросаем зубчик чеснока. Как только почувствуете аромат чеснока, можно добавлять капусту. А чеснок, который отдал маслу свой аромат, можно убрать. Если вы хотите приготовить гарнир, то припустите капусту на сковороде вместе с чесноком и острым перчиком по вкусу, и гарнир готов. Но мы сегодня готовим пасту с брокколо романеско. Для этого нам надо чуть-чуть разбить соцветия деревянной лопаткой. Добавляем овощной отвар или воду и тушим на медленном огне. Острый перчик добавляем по вкусу. Помните, что капуста должна тушиться, а не жариться. И поэтому по необходимости добавляйте овощной отвар или воду. Одновременно готовим пасту. На каждой упаковке должно быть написано время приготовления. Придерживайтесь этому времени, чтобы не переварить пасту. Готовую пасту отбрасываем на дуршлаг и сразу же на сковороду к брокколи. Хорошо перемешиваем. И подаем на стол. Не забудьте сверху посыпать сыром. В Риме пасту с брокколо романеско посыпают овечьим сыром пикорино. На этом наше небольшое видео заканчивается. Всего вам хорошего и до новых видео, друзья! Спасибо вам за лайки и что делитесь видео с друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok